Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 и будет басить. У него руки росли-росли, а он их... Я постоянно спорю с этим персонажем, потому что, в принципе, он более всего рефлексирующий, но и меньше всего действующий, да. И что и в первом, что и во втором сезоне. И это меня мучило, и, может быть, во мне это тоже есть. И в своих персонажах я хочу хотя бы от этого избавиться, хотя бы сделать их сильнее и закрыть свои гештальты жизненные в роли. Может быть, он им близок по своей психофизике, но это то, что во мне лично в жизни не нравится. И я пытаюсь... Я все время борюсь этим. Очень сложная сцена была во второй серии с галлюцинацией Сергея. Ну, соответственно, приходилось прорабатывать практически всю компьютерную декорацию, чтобы потом ее же разрушить, да, и интегрировать в съемочный материал. Главный герой сезона — это Женя, это их проводник в исполнении Юрия Борисова. Это чистильщик, который бросил свое занятие, да, и стал проводником в Чистилище. Первый сезон — это ад, второй сезон — Чистилище, видимо, третий сезон будет рай. Это человек, у которого ничего и никого в жизни не осталось. Поэтому он ощущает какую-то невероятную потребность в людях и в том, чтобы им помогать, тем самым закрывая какие-то свои образовавшиеся дыры. Это большим мазком. А в частностях, ну, я такой парень, очень простой, смекалистый, для меня ближайшим референсом, был Ролан Быков из «Служили два товарища». Вот такой вот я человек. Такой, наверное, как будто он такой, как будто я такой кругленький. Да я вылился, этот «Сухой закон» теперь. Когда мы начали готовиться, у нас была написана целиком только одна серия, первая. И мы ее тщательно прорабатывали, у нас тогда еще были раскадровки, мы что-то там успевали еще продумать. И была сцена, где наш герой разбивает прикладом голову Бычкову. И хотелось сделать это так, как в первом сезоне опять была задана очень убедительная стилистика. Она не документальная, но она настолько достоверна, что в это погружаешься. И чтобы это поддержать, хотелось не вороваться, не делать это за кадром, а сделать это по-честному. Естественно, что актеру-то не будешь разбивать голову, она у него одна. Поэтому пришлось изготовить аниматронную голову. Мы сделали заказ. И, к сожалению, на съемках, в силу того, что сцена оказалась слишком жестокая, пришлось немножко порезать, поэтому там не особо видно. Но на самом деле эта голова, она совершенно живая. То есть там двигаются все, губы, глаза, она вращает, там, мимика. То есть фактически живой человек, ну, очень похожий, так не скажешь, что это кукла. Вот эта голова цеплялась к каскадеру сюда, а, собственно, его собственная голова закапывалась в снег там под специальный, значит, щит, чтобы ему не проломил свой собственный череп, когда Юра колотил куклу, в смысле аниматронную голову. Вот. Но это такое дорогое удовольствие. Тоже спасибо продюсерам, что дали возможность это сделать. Смотри, как красиво. В чем мы отличаемся, наверное, у... у меня нет так много любви к людям, как есть у него. Вот. И вообще, мне все время интереснее играть людей, которые лучше, чем я, для того, чтобы было, зачем тянуться. А в чем мы схожи, ну, это сложно сказать, потому что я не знаю, кто я. Я знаю, кто он, а вот кто я, я не знаю, потому что я не могу на себя со стороны посмотреть. Безусловно, что ты в любом персонаже, ты пропускаешь, ты ищешь какие-то там совпадения, которые, может быть, где-то там тебе потаенно сидят, или ты понимаешь, как это могло бы с тобой произойти, и дальше ты их, в общем, как-то развиваешь, гипертрофируешь, вытаскиваешь их наружу, на поверхности, в общем, как-то расширяешь, находишь в себе все эти изъяны, которые есть в Леониде, находишь их минимально в себе, надеюсь, и, в общем, увеличиваешь их. А чудесная охота сегодня, мужики, получилась. Сразу на двух кабанчиков поймали. Сам я не охотник. Еще одна непростая технология, которую нам приходилось применять в этом сериале, это дипфейк. Была задача по омоложению Лени, и была сцена, где он должен быть молодой, на 20 лет моложе. И поэтому нам приходилось анализировать большое количество фотографий, видео с актером, мы пересмотрели все его фильмы, подходящие под этот интервал времени, и постарались вот это вот все совместить в какую-то вот общую базу данных, которую потом мы через нейросеть прогоняли и применяли на дублю Александра Робака. Марина — это я. Это все равно мое лицо и мои какие-то физические данные и душевные данные тоже мои. Честно, я восхищаюсь тем, как она умеет любить. Я просто отдала все лучшее, что у меня было в этом плане для того, чтобы сделать это от всего сердца. Я просто думала, что любовь это для школьников. А я-то точно знаю, что почем в этом мире. Я просто не знала, что такое любовь. Я просто не знала, что такое любовь. Любовь. Антону по фильму я даже не знаю, сколько лет, ну, а мне сейчас 12. И он жизнерадостный, как я, но потом он становится грустным, но я все равно до сих пор такой же жизнерадостный. Это она сама. Она сама яд съела. Я не могу сказать, в чем мы с Полиной не похожи тотально, потому что я ее оправдываю во всем. И в жизни, если бы у меня были такие обстоятельства, я бы нашла себе такие же оправдания, как я нашла для нее. И поэтому я бы поступила, наверное, так же. Еще Полина очень влюбчива. Я тоже очень влюбчива. Ну, как бы секс втроем. Ну, здравствуйте, но это куда вообще? Как это вообще можно представить? Я бы, блин, просто с ума сошла от таких отношений. Я бы никогда не вступила в такие отношения. Я раньше рассказывал своей жене о том, значит, какие у меня были сложные постельные сцены, как там все, во всех подробностях. Она начинала нервничать, как бы, довольно сильно. Я говорила, ты можешь мне это не рассказывать? Не надо мне. Я не хочу об этом знать. Я понял, что не нужно ей об этом рассказывать. И я не рассказываю. Единственное, что я, когда приехал с озвучки, я вспомнил, что мне пришлось сегодня очень много целовать свою руку. Стоп! Стоп! Дядя! Как мы вас, а? Одними шпулями закошмарили. Я люблю умничать. Я люблю, вот если я знаю какую-то информацию, а если я ее, не знаю, выучить, то как бы проявить свое знание считаю незазорным, то у Миши это происходит автоматически. Если у него есть какая-то информация, там гигантская энциклопедия, различные информации на любые случаи жизни, то у него просто открывается вкладка в голове, и он читает эту информацию всем людям. Проща. Че? Нет такого слова, шпуля. Это называется проща. Миша, блядь. А ты че, самый умный, что ли, а? Так и я. Только, к сожалению, Миша это сходит с рук. Отпусти его. Отпусти его! Отпусти его! Отпусти его! А я иногда получаю неприятные отзывы за то, что я умник, и выскочкал. Люди с расстройством аутического спектра смотрят периферическим зрением, и для того, чтобы посмотреть, что здесь, им не нужно поворачиваться или фокусировать взгляд глаз. Они могут как-то приближаться, как-то, но они не будут поворачивать. Потом я нашел такую походку, что он как бы всегда поднимается по лестнице. То есть для него каждый шаг это преодоление, поэтому он как будто всегда по лестнице. Кто-то из моих коллег называл это походку динозавриком, потому что у меня почти всегда руки, они где-то вот здесь существуют, и поэтому подзажавшись есть ощущение, что он немного как динозавр. Ну и вообще часть приспособлений они были именно на преодоление, что он привык бороться с тем, что ему сложно, поэтому он немного вот так говорит, потому что он преодолевает. И на самом деле это три или четыре основных приспособлений, которые мы потом поняли, что они неплохо работают, и этого достаточно. Я решил, что мои герои не должны быть похожи на тех героев, которых мы видели в первом сезоне, потому что у нас другая история, у нас другие смыслы, и мне хотелось их видоизменить, чтобы они выглядели иначе. И когда мы начинали второй сезон, мы с Димой Тюрином, режиссером второго сезона, поговорили на тему того, что давай это как-то прибирать, и я начал прибирать и понял, что я не знаю, что мне делать. И это получается еще хуже, потому что я не могу, он не может стать нормальным просто. Это как бы та, ну, это болезнь, которая есть у него, и это его суперсила, которая есть у него, и мы не можем, ну, персонаж не позволяет мне просто отказаться от этого. и было очень интересно, то, что персонаж мне сказал, нет, вот так, вот ты выбрал это, все, это работает, иди с этим дальше. Эпидемия 2. Что надо актеру для счастья? Мы стульчик снимали. Была одна сцена, когда мы снимали в пещере, снимали, когда Саша подрался с Джулией, когда мы первый раз понимаем, что у него что-то с ногой не так. И когда мы снимали, не было ноги этой. Че ешь? Япеканк будешь? А я вот это хочу, к сожалению. Ешь? И когда мы увидели грим ноги, поняли, что мы играли вообще не то. Это откуда? Что что ты молчал? Я в больнице ответствую. Ага. Нормально так тебя поцарапало. Елки, края почернели. Что? Там получается где-то 15 даже больше персонажей, у каждого своя история, про каждого что-то знаем, про каждого уже что-то рассказали. Это у нас тоже гей. Сер гей. Их там 15 человек в кадре в одной сцене взаимодействуют. Это еще и в пещере, в темноте и так далее. В общем вывозил Дима. Естественно там просто нет кислорода, потому что он туда не доходит. И когда там 50-70 человек людей, плюс газовые горелки, которые изображают костер, которые сжирают кислород, туда протягивали вот такие трубы кислородные, которым подавался кислород, чтобы мы могли дышать просто. туда пытались загонять этот кислород. Иногда это получалось, иногда не получалось, это мешало звуку, это приходилось все время отключать. Настоящие пещеры, то есть это не павильон, это на самом деле настоящие абсолютно такие условия, в которых вот это и происходило. Когда у нас был выбор строить декорации или снимать в пещерах, мы поняли, что у нас во-первых нету времени на это, и это очень дорого. и нашли Саблинские пещеры. Лень, ну мы же не пойдем туда. Так как мы снимали в выходные, а для Саблинских пещер, которые пускают туда туристов, это были самые хлебные дни, они поставили нам заградительные цены, думая, что мы не пойдем. Но мы их перешагнули. Когда я первый раз зашел в эти пещеры, ну было так не по себе, потому что такая клаустрофобия сразу берет. У меня такое ощущение, что эти пещеры строили гнобы, это же рукодельные пещеры, там добывали кварц, да, для производства стекол в Петербурге еще там в 18-19 веке. Все время хотелось спать, потому что в темноте и в холоде у тебя организм сам по себе все время начинает засыпать. Ну мы зашли там, длиннющие тоннели эти. Как лабиринты такие. Мы видели летучих мышей. Я когда услышал, что там есть летучие мышки, я сразу начал, где я хочу их найти, я хочу посмотреть на них. Опустившись вниз в туннель, нам надо было идти порядка 400 метров. Мне еще с моим родственным достаточно часто приходилось вот так ходить, слегка пригнувшись, это очень сильно давит на шею, и все время кажется, что хочется выпрямиться, и все время думаешь, как бы потом какой-то массаж. просто идешь, идешь, потом просто останавливаешься, широко ставишь ноги, чтобы можно было выпрямить спину немножко, чтобы это все затекло, расправиться, дальше опять раз, огибаешься и идешь. При этом, если не замечаешь, что ты распрямляешься, то можешь просто расшибить себе голову. Это была самая дальняя пещера, в которой мы изображали, что герои входят снаружи, то есть там ставили свет, как будто бы там вход, на самом деле там нет входа, там просто еще 300 метров пещер. Я нигде не мог поставить никакой световой прибор, все, что у меня было, это у меня было два фонарика у артистов, и то я еле-еле договорился как-то с Дмитрием, режиссером, чтобы он в сценарии добавил все-таки именно какие-то фонарики. И, собственно, почти вся четвертая серия, где они находятся в пещерах, это все снято только фонариками. Я объяснял артистам, куда они должны светить, я говорю, что ты осветитель самого себя. Да, и тут надо, конечно сказать, большое спасибо замечательному Роберту Сарухуняну. Он был одним из операторов первого сезона Эпидемии и стал полноценным оператором-постановщиком второго сезона. И вот они вместе с Димой придумали то, как сохранить ту уникальную визуальную стилистику, которая была в первом сезоне, но при этом сделать второй сезон совершенно другим. Сохранить и приумножить, я бы так сказал. Мы использовали в основном ручную камеру. Это придавало ощущение реальности, ощущение присутствия вместе с героем, а также давало эффект документальности. И вместе с ними это делал Жанна Пахомова, которая просто проделала грандиозную работу. Художник-остановщик. Которая, как говорится, из говна и палок собирала такие монументальные, интересные, необычные объекты, придумала, делала, что это, мне кажется, был такой Сталинград на протяжении нескольких месяцев. И то, что Жанна его на своих хрупких плечах вынесла, за это ей огромное спасибо. И вот этот завал, он из реальных камней. Жанна привезла 10 тонн камней настоящих, которые, во-первых, у нас караван был наверху, до пещер нужно было тоже пройти, спуститься, до входа в пещер, и потом по пещерам пройти еще 400 метров внутри, вот так пригибаясь, вот это все. И вот эти 10 тонн почти все на руках за полторы суток перетаскали вот в ту самую дальнюю пещеру. 10 тонн камней. Костер, который горел у нас там, это же снималось не один день и не два, в конце концов он протопил вверх и начал сыпаться песок. То есть вот эти обвалы, которые происходят в кадре, они периодически случались и на площадке, то есть кому-то там по голове прилетали какие-то куски камней. Дежурка! Ой, блядь, Дежурка! Одна из больших проблем в пещере, это была кварцевая пыль, которая поднималась и мы ей дышали, горло першило. Кто мог, не актеры, ходили в масках. Белая масочка одели, человек и пошел туда. Потом вернулся, маска вся черная. Ну элементарно, то есть сходить актером в туалет или там, ну или группе, это целое путешествие. Не было ок в пещерах, там было прохладненько, это как-то влажно, но было ок. Так как у нас была многочисленная группа, соответственно, все передвигались на машине. Если у тебя 20 актеров, то это как минимум 12-15 актерских вагончиков. Соответственно, караван у нас был порядка 40 единиц машин ежедневно. Вот таким караваном мы передвигались все полгода. Я после съемок уже посчитал, сколько мы намотали, прям простроил наш маршрут. В общем, получилось 5,5 тысяч километров. Это только с караваном. Мы вообще на протяжении всех съемок мы были максимально в приближенных условиях к тому, о чем мы снимаем. У нас не было никаких лакшери, там, вагончиков, гостиниц или чего-то. Мы все время были в каком-то кошмаре. Мы все время были в каких-то тему тараканях, без света, без связи. Там связи вообще не было практически нигде. В Карелии это уж точно. То есть ты выезжая из гостиницы за какой-то слабый вай-фай, там цеплялся, говорил, все, я поехала, я буду ночью. Кому-то там писали своим родным смс-ки, чтобы тебя не теряли, что ты жив. И дальше все, мы были без связи, без всего, как-то вот. Но это помогало. Пожалуйста, не моторьтесь, я не готова. У нас был очень большой блок съемок на железной дороге в поездах. Наши художники зафактурили пять вагонов, которые стоят на пути заброшенной, которым прошло уже там больше, чем полгода. Они все в плесени, в песке, в пыли. И мы это сделали на три дня, но пандемия сыграла злую шутку, у нас заболели несколько актеров, нам пришлось это все перенести. И спасибо железнодорожникам, которые разрешили нам оставить эти вагоны на практически две недели. Они стояли, их никто не трогал. по сценарию у нас поезд падает с обрушенного моста, так как мы физически просто не могли взорвать. Приозерске мы снимали сцены на корабле. Страшно было заходить на этот корабль, он был реально такой древний, настоящий, такой полурыбацкий. Я даже не знаю его настоящего предназначения. И когда режиссер сказал, что нам нужно выйти в открытое озеро и снимать, я попросил, ну хотя бы не уходите далеко, чтобы мы вас видели и могли прийти к вам на помощь там, ну, 200-300 метров от берега. Сказали, да, конечно, сказали они. А в какой-то момент я общаюсь с одним из матросов, который остался на берегу с другого корабля, говорю, ну, ребята, вот там ушли, что-то их просил на 300 метров, они ушли, там, метров на 600. Говорят, да нет, на 4 километра. Нездоровая движуха какая-то у нас происходит. Не было слов. Очень переживали. Начинались волны, а на озере волны практически как на море, там, по полтора-два метра. И уже начало темнеть, а мы все продолжали снимать. Ну, пожалуйста. Об железку. Вот об эту. Ребята, время! Восьмой серии ее не было очень долго, она очень долго редактировалась, мы уже снимали. И когда пришла эта серия, нам там, у нас еще плохо ловил интернет, и я помню, кому-то пришла, кому-то не грузится, кому-то... И все такие, ну, что ты прочитал, прочитал восьмую? И все хотели обсудить это друг с другом. И я помню, как расстроился Савка, когда он знал, но он же не знал, что он умрет. Просто надо было сыграть, если бы я бы так же сделал в жизни, что маловероятно, такую же эмоцию надо было сыграть. он завидовал Лене, что он герой. Ну, с одной стороны, он молодец, он спас всех, но пожертвовал своей жизнью, это очень хорошо. А с другой стороны, он от зависти дает свою жизнь. Ах, это невозможно принять, передать словами, как мы к этому, к этой сцене готовились. Слушай, Вика, ты грустная. Вика, ты грустная. Я тоже грустная. Если в первом сезоне для меня сцена потери сына, когда он потерялся и когда я искала их раскидывая эти расстрелянные трупы и потом бежала по снегу, у меня реально начинало заболевать сердце, то есть я понимала, что я сейчас рухну просто и умру, потому что я настолько, видимо, принимала это на себя, что в какой-то момент я подумала, стоп, так нельзя, нужно как-то все-таки абстрагироваться, потому что так просто можно быстро кончиться. Я считаю, было гениально. На этом проекте у меня было соприкосновение с, можно сказать, не потусторонним, но, короче, с, ну, наверное, с эзотерикой. В пятой серии у меня персонаж шаманка, лака, карельская шаманка, которая лечит нашего Леню. Боженька, помоги. И я пробовал много актрис и ловил себя на мысли, что они все чего-то играют, да, а это невозможно сыграть, это в глазах человек, который общается с какими-то параллельными мирами, умеет работать с энергией и так далее, да, это в глазах видно. У них ничего не видно, потому что они просто актеры. Я начал думать, кого можно еще поискать, и первое, что мне пришло в голову, это битва экстрасенсов. Думаю, ну, может быть, там кого-то. Я посмотрел выпуск, обратил внимание на одну девушку, я попросил ее найти, это Лолита Вардания, и она приехала ко мне на пробы. Вот. И она посмотрела на меня, значит, сразу, о, значит, мне все про тебя понятно, и как бы мне рассказало много, что действительно было правды. Это не про пророчество, но это про человека, который, ну, видит чуть больше, или гораздо больше, чем мы, да, который может что-то такое себе сказать. Пробы получились не очень, но она как бы сделала, я специально сделал сцену, ну, там, заговоры, лечения, это она сделала идеально, потому что, ну, это то, что она умеет, да. Актерские вещи, конечно, ей не совсем дались, но я ее взял в качестве консультанта. Ты собьешь там, короче, все, у меня пошло видение, ты можешь откинуть и упасть. Она приезжала, показывала шаманский танец, репетировала с актрисой, и параллельно я лечила еще всю нашу группу. Леня, я уже сильно. Натаха меня бросила, Натаха тоже должна была трогать опарышей. Просто она стояла рядом со мной, и она должна была тоже брать их опарышей. А она мне говорила, фу, Пика, как ты это делаешь? Ой, они такие ужасные. Ну, это хрень какая-то. На самом деле, слава богу, что в сцене с опарышей мне не нужно было трогать опарышей. Я ее ненавидела в этот момент. Ну, как бы, а кто это еще сделает, если как бы не я? На самом деле, это не так страшно, как ты себе это представляешь. Ты просто берешь, ну, вот там, пиалочка такая, ну, да, там копошатся какие-то уродцы. И ты просто, ну, просто опускаешь что-то, руку, просто вот так вот. Молодежь. Как будто бы это происходит не с тобой, как будто бы это не твоя рука. Я была в своем привычном состоянии истерики, а Вика складывала этих опарышей Сани в ногу, а Саня просто спал. Они, кстати, ужасно воняют. Очень неприятно. Самые сложные сцены, но в плане психологическом для меня была, короче, сцена, где я сам заплакал, плюс 4 вода, а у меня маленькая девочка, Вика, 7 лет, и в общем, и она просто боится воды. Мы не заталкивали ее далеко, но нужно было как минимум в кадре, чтобы Марина, Наташа Демцова, вышла с ней из воды. Гидрокостюм, но жутко холодно. Группа ходит в куртках, и вода плюс 4. Там вот руку так засовываешь, сводят руку через секунду. Просто нереально. Поливай, не поливай кипятком, но это все не работает. Ну, взрослые актеры, конечно, зашли, потерпели, они тоже большие молодцы, и герои, что они все это вытерпели. Мы снимаем дубль, и понимаешь, чтобы зайти в реку, это там полчаса, потому что там стоят аквалангисты, которые помогают там ребятам доплыть до точки, с которой они должны плыть, с этим бревном, на бревне, вот это все. Это там, ну не полчаса, не знаю, минут 15, просто в холодной воде до команды мотор. И, конечно, девочку мы в последний момент там заталкивали уже. Вот, и мы сняли дубль, я не говорю команды стоп, потому что я понимаю, что если я скажу стоп, дальше их нужно отправлять греться, потом на новый дубль, то есть это пройдет час. У нас там была специальная баня для них, рядом такая полевая, пригнали. И я говорю, тут же на этом же моторе снова заходим в воду, быстро все в воду, а девочка орет, плачет, Зимцова плачет от того, что по сцене, да, там напуганчивая, от того, что это рыдает малявка, Зимцова рыдает. Литашки вверх, приготовились? Вы же здесь, да? И я сижу вот так вот, какой ты сволочь, ты за годы детей мучаешь. Ну а что делать, надо снимать, и все, я говорю, быстро в воду, значит, там все, не останавливаемся, еще раз начали, и они там вообще в слезах, в соплях выходят, я говорю, стоп, и убегаю просто в кусты, и там стою вот так вот, плачу, чтобы никто не видел. Семка холодной людей, ну как сказать, да, это было забавно очень, мне понравилось. Ну конечно, это было холодно, да, вода была мокрая, ну так, мне понравилось, было прикольно, круто. Мы видели поезд. Я помню вот эту сцену, когда мы спасаем Атошу, да, Антона, и вдруг он оторвался от бревна, и его несет, и Ира кричит, Атоша, и пытается доплыть до него, и я должен плыть изо всех сил, изо всех, ну как герой, да, ну как Сережа, который пытается спасти сына, то есть, и по идее, в принципе, он не должен опаздывать как-то, ну по режиссерской, сценарной задумке. Я понял, что я очень хорошо умею плавать, я очень быстро, постоянно, ну, приплывал к нему, и мне все время Дима говорил, говорил, ну блин, можешь плыви, и, ну, и в итоге я пытался вот плыть, там, захлебываясь, и изо всех сил пытаясь догнать, обогнать и догнать Антошу, да, а там перехватывает его уже Женя, и Ира, в принципе, тоже все впереди, и вот этот, вот этот момент моего героя, который, в принципе, делает все изо всех сил, но почему-то, вот, не может, не может совершить какой-то поступок, и сделать, догнать, закончить, и все, и в этом весь, весь ужас, и вся сложность этой роликс для меня лично. Эпидемия 2. Первый сезон по хронологии был две недели, то есть все действия проходили в течение двух-трех недель. Наша история, это полгода, и нам нужно было застать все сезоны, и зима, и весна, и лето, и осень, и это за шесть месяцев съемок. Поэтому мы торопились, мы ускорялись, может быть, нам повезло в том, что у нас сценарий был последний, следовательно, первую серию сняли, переехали дальше, снимаем вторую серию, и так далее, и так далее. Вообще, это действительно уникальный случай в нашем производстве, когда удается снять актеров с настоящими бородами, потому что, ну, у меня была идея, чтобы мои персонажи не были похожи, не выглядели так же, как в первом сезоне, потому что другая история, и она должна как-то развиваться, вот, и поскольку они находятся в таких обстоятельствах, где у них очень мало вещей, очень мало предметов с собой, то вполне возможно, что у них нет бритв. Соответственно, они должны зарастать, но поскольку мы снимали там, на 4 месяца, больше, 5 месяцев, и еще в разных локациях, и время у нас в кадре тоже проходит, от ранней весны там до лета, то и бороды должны расти как бы постепенно. И это была отдельная как бы вот история с тем, чтобы выстроить КПП с этими переездами, с разными локациями, так, чтобы у ребят росли бороды постепенно, чтобы мы снимали по мере роста их бород. Собственно, сегодня последний день, когда мы делаем эту бороду. Да, кстати. Да, потому что сейчас будет две недели перерыва, и через две недели уже отрастет моя, и мы уже не будем ее делать. Каждый день по два часа в день мы попытаемся угадать, какой будет моя борода через пару недель. Вот так вот. Обмакиваем в клей и вклеиваем полосочку. По ощущениям противно, максимально противно, потому что вся борода в клею, и трогать ее нельзя. Как будто у тебя лишай на подбородке и усах и щеках, которые нельзя трогать. У нас уже была сбрита борода, и у меня был дублер для общих планов, потому что долго очень делали грим, там несколько часов делали эту бороду. После того, как я ее уже сбрил, полностью шили такую же бороду, которая была у меня. Ее очень долго клеили, чтобы она была на крупных планах такая же, как она у меня была реальная. И Маша, наш художник-гример, она просто запрещала мне в общих планах сниматься с этой бородой. Как раз это были сцены, несколько сцен это всего было, как раз одна из сцены была сцена в реке. Мы тоже боялись, что если она просто замочится, и если где-то она отвалится, то это опять несколько часов нужно клеить, световой день, съемочная группа, техника, КПП и так далее, и так далее. поэтому на общих планах плавал мой дублер, который вместе со мной также отращивал бороду с начала фильма. У него была такая же борода, он был моей комплекцией. Поэтому я где-то в общем водные процедуры избежал. Сценарист замечательный придумал, что Миша, мой персонаж, он не умеет плавать. И в сценарии это прописано двумя-тремя предложениями, которые повторяются, что Миша же не умеет плавать. Я утону, я утону, я захлебнусь, я не умею плавать. А как он будет плыть по горной реке, не умея плавать? Мы как бы это очень долго изобретали. И с этим были определенные веселости, скажем так. Ты плывешь! Он плывет! Я не плыву! Я говорил, научу! Но надо сказать, что я подключился к персонажу. Если Миша не умеет плавать, я это прожил. И поэтому у меня на самом деле все водные съемки прошли замечательно. Плавать я умею. Гидрокостюм тоже поднимал наверх. Но туда все равно заливалась холодная вода, потому что там был разрез. Тонуть в болоте было страшно, только собираясь тонуть, потому что там вырали большую яму, туда, значит, по ступенечкам нужно было спуститься. И вот там, кстати, я была в гидрокостюме, который мне мешал. Это было первое утопление, и я не могла туда погрузиться как нужно в эту яму, в эту жижу. Ноги были замотаны еще скотчем, чтобы туда не протекала вода. Но скотч не спас, все равно туда все протекло. То есть гидрокостюм в принципе был бесполезен, потому что все равно холодная вода за шивороты везде уже затекла. Но при этом ты не можешь туда утопиться. Именно поэтому я решила потом уже плюнуть на этот гидрокостюм, потому что в нем вообще ни в туалет не сходить и ничего не сделать. Сережа! Сережа! Да, помоги! Гидрокостюм это зло. Грязная вода, ты... у тебя нет возможности пить чай, просто потому что тебе нет возможности потом идти в туалет. Это занимает очень много времени. Полчаса тебе нужно стянуть костюм, тебе нужно сходить в уборную, тебе нужно надеть костюм, тебе нужно наверх надеть игровой костюм, мокрый, неприятный. То есть было очень много водных сцен. И в какой-то момент мы даже старались не надевать эти гидрокостюмы, потому что правда очень тяжело. Надеваешь гидроносок, ты надеваешь гидрокостюм, тебе нужно подшивать его, чтобы его не было видно, чтобы он никуда не вылезал. И часто, в большинстве случаев, была очень холодная вода. Я помню, когда я такая, ну все, заходим в Карелии в эту воду. И я такая, ну все, заходим. Я такая захожу и такая, и у меня сердце просто сдавило, аж я почувствовала вот этот прилик, когда тебе сзади заливается холодная вода в гидрик и проходит через все твое тело. И мне такие, спокойно, спокойно, сейчас подожди, чуть-чуть привыкнешь и пойдем дальше. Ну в общем, это было особое испытание, все эти съемки. В воде их было очень много. Короче, маленький экскурс, чтобы люди понимали, как это снимается для тех, кто не связан с кино. Все понимают техническую задачу, откуда, куда нужно проплыть. начинают это снимать. Оператор с аквабоксом, который делает камеру бесстрашной для воды, заходят туда, все заходят, допустим, все отрепетировали и уже готовы снимать. Начинают снимать, сняли, выходят. Естественно, в первый раз ничего не получилось. Все бегут греться либо растираться чем-то, либо в баню, либо еще там что-то. Потом, значит, понимаешь, ну давайте все, еще один дубль и как бы, да, у нас все было, мы в принципе уже все понимаем. Один дубль, я думаю, максимум еще один да, давайте, все, все готовы на второй дубль, идут, как бы делают уже, работают над ошибками, бах, да. Так, ну все, да, в принципе, все было, у нас все было, давайте третий просто в запас, чтобы, ну как бы, ну вдруг что-то, потому что первого не было, второй был, давайте делаем третий, все, ребята, все уже, все, третий, реально все, уже ни у кого нет сил, уже делают третий. Значит, на третьем дубле отключается камера или что-то случается с аквабоксом, это классика, это происходит почему-то всегда, не знаю. очень долго, потому что ее нужно починить, там что-то, или, не знаю, начинает идти дождь какой-нибудь, или выходит солнце, которого быть не должно, все начинают волноваться, ну ладно, мы, наверное, уже не будем делать уже это, нет, мы все-таки будем делать, там проходит, там час, все греются, что-то уже все вылетают из графика, потому что нужно все-таки это доделать, начинают, и каждый раз, когда ты после воды согрелся, тебя начинает клонить в сон, ну как всегда, после бассейна, дальше тебе нужно идти опять в холодную воду, Ты первый раз это сделал, потом опять это произошло, потом опять это произошло, и через пять раз ты уже превращаешься в вареный такой, как бы в варенник, который сварили, недоели, положили в холодильник, потом вытащили, разогрели в микроволновке, опять недоели, положили в холодильник, вытащили, микроволновка сломалась, его отварили, и вот такое примерно состояние находишься. И как бы играют все что-то в холодном виде. В общем, понятное дело, что это никуда не войдет, потому что я это очень длинно, просто вам рассказал. Приготовились, тишина. Дима, команды. Начали! Начали! Стоп, выходим на улицу. Отпускаем, вытаскиваем. Актеров, сразу, даем им чай и грелки. Вот всегда видно, когда иностранного персонажа играет русский актер, потому что это тоже, вот, это в глазах, это в манерах, это в пластике. Поэтому мы сразу приняли решение, что у нас иностранцев играет иностранцами. И это было очень сложно, поскольку мы попали вот как раз в очередную волну, когда все это опять закрывались границы, опять это все очень сложно привести кого-то, все эти ПЦРы, не ПЦРы, все, в общем, и плюс сложно найти, то есть у меня нет возможности, там, привести на пробы. То есть это все делалось по Зуму, некоторые немецкие актрисы, нам нужна была полная актриса, и у них тоже есть свои же еще ментальные, как бы, особенно, ну, и вообще, в принципе, вот этот бум либеральных ценностей, да, и в том числе, как бы, бодипозитив, вот она полная, но, как бы, мы должны принимать ее такой. Но в сценарии у нас по-другому, да, там, над ней немножко издеваются, но то, что она толстая, там, потом, кстати, в результате в фильме этого меньше гораздо стало, ну, скорее, с какими-то намеками, да, там, в сценарии было пожестче, вот, но одна актриса, например, отказалась. Чего значит, кремень? Ау! На месяц бы хватило. Кого на месяц, она пол кладовки сажала. Эй! Эй! Дима! Забиете! Ни хоу, я зовут Фанг Ю, я работаю на работе, я в Китае. И я в Китае был в Чемчине, в Дегу, в Дегу, в Дегу, в Дегу, в Дегу, в Дегу, в Китае. Откуда здесь китайцы? Откуда? Из Китая. И Фанга мы привезли тоже из Берлина, он китайцы, но живет в Германии. Вот, тоже долго искали, потому что с Китаем сложно, и оттуда кого-то возить вообще в наших условиях пандемия. И оказалось нереально здесь найти тоже, ну, в общем, вот это был какой-то такой вариант, который удалось единственное найти. Ни, но если я не так, то, что он говорит, что он финн. С финнами проблем не было, два прекрасных финна замечательно сыграли. Я тоже, сначала мы думали, ну, может кто-то там русский актер, но когда я их увидел, я говорю, нет, это вот, ну, надо только это, и по-другому будет плохо. Это добавляет достоверности, когда... И спасибо продюсерам, что есть такая возможность, да, там, потратить деньги, время, привезти актеров, да. Это немножко чуть-чуть тоже лотерея, потому что не было предварительных, там, встреч, проб и так далее. Это так чуть-чуть, немножко пальцем в небо, но я думаю, что мы попали. Если можно сказать что-то без мата, лучше сказать это без. Это неприменительно к, там, к цензуре какой-то и какой-то политике современной, там, телевидения и так далее. Просто тут скорее, что эти слова так сильно эмоционально окрашены, что они должны применяться очень точечно. К сожалению, или к счастью, у нас много, на самом деле, маты, и даже, на самом деле, во втором сезоне. Но дело в том, что, мне кажется, это соответствует ситуации. Если ты ругнулся матом, засовываешь один колосок. А то я тебе зубы выбил, сука. Русская речь без мата превращается в доклад, и когда эмоциональные сцены, ты смотришь и понимаешь, что, ну, ты не можешь, там, блядь, заменить на блин, понимаешь? Ты не можешь заменить на хер, там, на нафиг. Ну, просто это вранье. И ты сразу испытываешь недоверие к персонажу. Блядь, как четыре банки? Нахуя же было. Мата ради мата я сам не поддерживаю. Как, не знаю, секс ради секса, это все равно должно быть внутри драматургии, развитие характера, обстоятельства ситуации. Я при родителях никогда не матерюсь. Я раньше думал, до того, как мы начали снимать этот сериал, что эпидемии действительно происходят постоянно и помогают человечеству дальше жить, что они вычищают часть людей, и, как бы, другие люди находят иммунитет и двигаются дальше. Это было до съемок нашего сериала, когда мы начали снимать, когда началась эта эпидемия в мире, которая нас просто всех связала по рукам. До сих пор прошло уже несколько лет. Я наблюдаю, что все равно она может внести такие коррективы в твою жизнь, которых ты никогда не ждешь. С одной стороны, здорово, что Земля очищается, а с другой стороны, страдают же люди. Это же очень тяжело, когда умирают близкие, когда умирают знакомые. Если не быть эгоистами, подумать в целом о мире, то, конечно, наша планета перенаселена. И, возможно, так должно быть время от времени. Должна появляться какая-то нехорошая штука, чтобы немножко расчистить. С другой стороны, она не выбирает людей. Вот в чем вопрос. Вот в чем главная трагедия этого. Она просто косит всех подряд, и хороших, и плохих. Конечно, эпидемия, она несет большой урон, и очень много негатива. Мы теряем близких, и очень много людей погибает, и не дает возможность развиваться и бизнесу, и науке, может быть. Но в то же время она и двигатель прогресса, потому что мы научимся в этих обстоятельствах к новым условиям жизни. А самое главное, что мы начинаем переоценивать какие-то обыкновенные вещи. Люди начинают бояться, и открывается их, наверное, то, какие они есть. Думаю, что если что-то происходит, то, значит, кому-то это нужно. Может быть, планете это полезно. Ну, для человеческой цивилизации сложно говорить, полезно это или нет. Ну, конечно, для человечества это большое испытание. Я вижу жизнь как горсть горошин, которые кто-то высыпал на землю, и вот мы находимся в какой-то из мгновений, пока эти горошины летят до земли, или, может быть, отскакивают от этой земли, ударившись о нее. Никто же не знает, вот ты кидаешь эту горсть, ну, она как-то упала. Могла по-другому упасть, могла, но так уже упала уже. Так же и с эпидемиями, которые, ну, не могло же быть по-другому никак. Это, видимо, какие-то знаки человечеству, что нужно как-то остановиться, подумать, посмотреть вокруг, посмотреть, что ты себя на самом деле представляешь, и что бы ты сам смог без всего вот этого наносного. Это как история про то, что мы возьмем с собой в гроб. На тот свет мы не утащим с собой ни машины, квартиры, дорогую одежду, ничего мы этого с собой не возьмем. А вот, наверное, отношения человеческие – это самое важное. И действительно нужно сохранять человеческое лицо для того, чтобы иметь право быть человеком дальше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА